В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных темах минувшей недели. Отчему грозит уголовный срок за строгие меры воспитания. Трехлетняя малышка погибла, не приходя в сознание. Дорожное приключение не удалось. Таксист лишился машины, а его пассажиры могут лишиться свободы. Плотоматы, где грань между незаконным бизнесом и санкционированной удачей. Я очень часто наблюдаю мамаш, которая готова оставить ребенка с кем угодно, а про сожителей вовсе умолчу. Почему-то даже при наличии прецедентов – накричал, сильно ударил, неадекватно себя вел – мамочки продолжают отношения, как ни в чем не бывало. А с детьми потом работают психологи. В декабре прошлого года житель Рязанского района так избил трехлетнюю девочку, дочку своей подруги, что ребенка срочно отправили в больницу. Но и медики оказались бессильны. Через несколько дней малышка умерла, не приходя в сознание. Причина жестокой расправы потрясает. Ребенок не хотел идти спать. Статью 24-летнему любителю кардинальных мер ужесточили, но девочку это уже не вернет. Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение ранее судимому, 24-летнему жителю Рязанского района, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого ранее уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. К сожалению, случай избиения детей в нашем регионе не редкость, а потому хочется еще раз обратить внимание родителей на меры воспитания и биографии воспитателей. Если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребенком, ни в коем случае не оставайтесь в стороне. Иногда это помогает спасти жизнь. Несчастливый день выдался у водителя службы такси и его пассажиров. Двое молодых людей и девушка сели в автомобиль на площади театральной и попросили отвезти их за город. На границе Михайловского и Захаровского районов пьяные злоумышленники под предлогом плохого самочувствия попросили остановить машину и вышли из салона. Разумеется, водитель не ожидал, что через несколько минут ему придется драться не только за право остаться в своей машине, но и за жизнь. К счастью, таксиста просто выбросили на обочину, а его авто угнали. Пострадавшему довольно быстро удалось добраться до центральной трассы и позвонить в полицию. В Рязанской области был введен план перехват, но водителями преступники оказались такими же неважными, как и дельцами. 21 января приблизительно в 3 часа ночи в Захаровском районе на дороге деревни Безлычная произошел съезд в кювет автомобиля «Шевроле Лачете», которым управлял 24-летний мужчина. В салоне автомобиля находился его друг и 26-летняя девушка, жительница города Нижний Новгород. В результате происшествия пассажирка получила травму головы и госпитализирована в областную клиническую больницу города Рязани. Мужчины быстро забыли о даме и отправились на утек. Правда, далеко убежать не удалось, и уже вскоре их доставили в отдел полиции. По признанию злоумышленников, увеселительная поездка должна была закончиться продажей угнанного авто. Возбуждено уголовное дело за разбой. Больше всего в этой ситуации жаль водитель «Шевроле». Лишился рабочей лошадки. Очередная пьяная ссора закончилась трагедией. В правоохранительный орган обратился житель города Ряжска. Путаясь в показаниях, мужчина сообщил, что в колодце рядом с его домом вот уже больше недели лежит тело его сожительницы. Выяснилось, что гражданский муж ударил женщину ножом. Та смогла выбежать из дома, но на свою беду оказалась рядом с колодцем. Как это часто бывает, обидчик испугался наказания и решил сбросить женщину вниз. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ряжска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот это убийство. Мужчина был задержан в настоящее время по ходатайству следователя судом. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Еще один подпольный игровой клуб полицейские обнаружили в Михайлове. Как бы ни отпирались посетители, факт налицо. 10 одноруких, далеко не простаивающих бандитов. Организаторы незаконного бизнеса уже установлены. Ими оказались трое местных жителей, молодые люди и их знакомые. Оборудование изъято. Вот что интересно. В 2013 году 87% всех проверок касались игровых автоматов, так или иначе связанных с электронными лотерейами. К примеру, в 2012 эта цифра едва достигала 5. Однако попытки привлечь к ответственности их собственников, как правило, заканчивались, да и продолжают заканчиваться ничем. У держателей лота матов есть ворох разрешительных документов, который обеспечивает им защиту в суде. И возможность, говоря словами великого комбинатора, сравнительно честного отъема денег у населения. Что же позволило нелегальному игровому бизнесу мимикрировать под вполне законный лотерейный. Дело в том, что сердце однорукого бандита – это микросхема, генерирующая случайные числа. Для того, чтобы обойти закон, оказалось достаточно заменить его на ленту с лотерейными билетами, как правило, виртуальную. Естественно, несколько видоизменилась организационная сторона дела. В частности, лотерейщики обязаны отчислять часть денег в благотворительный фонд. Этой социальной ориентированностью организаторы лотерей гордятся и перечисляют деньги, например, российской независимой экологической экспертизе, в Олимпийский комитет России или даже в фонд содействия полиции. Другие же выбирают организации пустышки и не спешат отдавать процент на благотворительность. По сути, если отбросить в сторону привнесенные новшества, связанные с подражанием лотереям, то разница между лотоматами и однорухими бандитами минимальна. Схожесть прослеживается как в играх, которые предлагают терминалы, так и в структуре самого бизнеса. И там, и там используется двухступенчатая схема – организатор, оператор, распространитель. Первый часто из столицы продает или издает в аренду оборудование оператору из провинции. Терминалы подключены через интернет к серверам хозяина. Именно там происходит розыгрыш. К сожалению, даже при всей очевидности признаков незаконной игры на лотерейных автоматах прокуроры и полиция оказываются бессильными в части реализации своих полномочий. Применение лотерейного оборудования при проведении бестиражной лотереи противоречит самой сути данного вида деятельности. Во-первых, участник розыгрыша должен получать на руки лотерейный билет. Во-вторых, билет должен быть защищен от подделок. В-третьих, информация о лотерее, об алгоритме определения выигрыша, размере выигрыша и порядке его получения должна быть размещена на самом билете. Кроме того, победитель фактически определяется в режиме реального времени. Однако проведение лотереи в режиме реального времени с использованием лотерейного оборудования осуществляется только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Ситуация может измениться с 1 июля 2014 года. Государственная Дума России одобрила законопроект, запрещающий с этой даты все негосударственные лотереи. В итоге в стране останутся только спортлото в поддержку Олимпиады в Сочи, организатор Минфин, Гослото, Минспорт и Победа Спецстрой. И те, что проводятся региональными и муниципальными властями. Другое дело, что уже придуман способ обойти и этот запрет. Это выход электронных лотерей и одноруких бандитов в интернет, который превращает любой компьютер в игровой автомат. Все, что нужно – электронный кошелек. По сохранившимся сведениям, настоящие серийные убийцы действовали еще в XII веке. Тремя веками позже во Франции свирепстол маньяк Жильдере, известный как «Синяя борода», и на его счету было 140 жертв. Несмотря на то, что серийные убийства являются преимущественно мужской сферой деятельности, наибольшую по количеству жертв серию совершила женщина – венгерская кровавая графиня Элизабет Баттери, убившая с конца XVI века по 1610 год в своем замке более 600 девушек из окрестных деревень, которых заманивала к себе под предлогом устройства на работу. А индийский убийца Бухрам, заявивший на суде, что за полвека задушил своей желто-белой удавкой более 900 человек, он считается ритуальным религиозным убийцей, был активным членом секты душителей, почитателей богини Кали. Общество неоднократно пыталось понять, чем вызван высокий уровень серийных преступлений в Ростовской области. За одно десятилетие там было выявлено 34 серийных убийцы. Это мировой рекорд. Ученые указывали на неблагоприятные социальные условия, в которых росли будущие душегубы. Обыватели склонялись к мистике. Куда более прозаическую причину называли в ростовской милиции. На Дону маньяков не намного больше, чем в любом другом месте. Серийные убийцы есть везде. Достаточно вспомнить Сливко из Невинномыска, Михасевича из Витебска, Феофилова из Екатеринбурга, Кулика из Иркутска. И социальные условия здесь ни при чем. Тот же Сливко имел звание заслуженного учителя России. А Кулик пользовался репутацией хорошего врача. Просто их не регистрировали, чтобы не портить отчетность. Перелом произошел в 1984 году. На этот год пришелся пик активности Чикатило и Михасевича, когда каждый из них убил по 11 человек. Стало ясно, что обычными методами бороться с маньяками невозможно. И были созданы специальные бригады исследователей и оперативных работников. Такой метод доказал свою эффективность. Машина закрутилась. И теперь каждое преступление, совершенное на сексуальной почве, рассматривалось через призму серийности. Более восьми лет длилась спецоперация «Лесополоса». Оперативники буквально передавали из рук в руки каждую электричку и каждого пассажира. Но стола перебросить сотрудника из-за нехватки кадров, как именно на этом месте находили очередной труп. Следователи обратили внимание на серию убийств в Батайске. Их удивило, что хитрый и осторожный маньяк стал убивать в разгар крупнейшей операции по его поимке. Причем это был тот же регион Ростовской области, где в это время действовал Андрей Чикатило. Пришлось проверить 124 тысячи человек. Понятно, что многие из них оказались за решеткой по другим делам. Совершались убийства именно в тот самый период в городе Батайске Ростовской области. И группа следователей была брошена, в том числе и на проверку уголовных дел, работы по уголовным делам, по которым были совершены подобные убийства. Почерк Батайского маньяка был очень похож на Чикатиловский. Он убивал изощренно и старался удалить все половые признаки жертвы. Оказалось, что маньяк, действующий в Батайске, заманивал в свою машину молодых девочек, потом их увозил в лес куда-нибудь, в лесопосадки, где издевался над ними. В 1986 году маньяк убивает девочку, а ее тело сжигает на костре. Трем следующим жертвам от 9 до 14 лет, и каждая убита по-своему. Одна была им утоплена, еще одна убита ударами отвертки, две другие задушены. Все, что известно, злодей разъезжает на личных «Жигулях». «Жигули» вскоре прозвали «единичкой» по последней цифре заводского индекса ВАЗ-2101. А на экспорт волжские машины пошли под древнерусским женским именем «Лада», «Мила» и «Лаконично». Это сегодня такая реклама обыкновенной копейки вызывает иронию. В 80-е, даже встав в очередь и дождавшись ее, не у всех хватало денег, чтобы стать водителем «Жигулей». Батайским маньяком оказался некий Константин Черемухин. Кстати, в его биографии есть один любопытный факт, касающийся имена автопрома. В свое время Константин Черемухин задерживался в милиции, был дважды судим за угоны машин. Долгое время Константин Черемухин считал, что ему повезло с семьей. Родители были порядочными людьми, а он не подвергался унижениям и обидам, как большинство сородичей по криминальным эпизодам. Тут другое. Отец его всю жизнь был бесплодным, и, женившись на его матери, разрешил женщине иметь детей от любых других мужчин, лишь бы она забеременела. И вот это открытие для Константина Черемухина стало шоком. Трудно понять, почему за этот шок Черемухин решил наказать именно детей. Он был арестован только через три года с момента первого убийства. И то, скорее всего, потому, что оказался не в том месте, не в то время. Такие монстры никого не жалеют, а поводом для убийства часто становится случайный порыв. Не забывайте напоминать близким о мерах безопасности. Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает. Этими словами Бенджамина Франклина подведем итог. Большинство несчастий от безделья. Помните об этом. А на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин